Григорий Неделька. Никакой науки. При входе в первый городской парк сразу бросалась в глаза табличка. Большая, ярко-желтая, а ночью еще и светящаяся. Она не просто привлекала внимание, кричала о нем. Никакой науки, безапелляционно утверждали крупные буквы. Вторым интересным моментом были бомжи, причем не из-за своего вида. Эка невидаль, бедняк. Нет, причина заключалась в количестве. Источащий густой и далеко не приятный запах, унылые фигурки в рванье и обносках оккупировали всю территорию парка. Все его зеленые аллеи, все ухоженные тропинки вокруг двух небольших озер, все предместия кафешек и ресторанчиков. Степана, однако, не удивляло ни первое, ни второе. По чести говоря, ему как раз и платили за то, чтобы он не удивлялся. В задачу смотрителя входило обводить чисто утилитаристским, незаинтересованным взглядом живописной окрестности и скучая находить новых лиц без ПМЖ. Далее следовало лица отчитать, после подробно проинструктировать и, получив в результате глубокое моральное удовлетворение, идти искать следующего нарушителя. Потому что, учитывая зарплату смотрителя, Степану оставалось довольствоваться в основном моральным счастьем. Очередной новичок, так их называли между собой обходчики, почтил своим присутствием первый городской. Степан не вздохнул устало, не пожевал губы, не закатил глаза и вообще никоим образом не выдал утомленности любимой профессии. Он прекрасно знал, в каком мире живет и сколько будет получать, да и по натуре слыл человеком ответственным, спокойным и уравновешенным. Ему повезло. Новичку не очень. — Здравствуйте, — дежурно поздоровался Степан. Бомж только и мог, что глядеть на него, смущенно хлопая глазами. — Прибывая на территории парка, пожалуйста, воздержитесь от использования любых технических приборов. Также здесь запрещено дебоширить, разбивать палатки, мыть одежду в озере и чересчур громко разговаривать. Степан вынул из нагрудного кармана идентификатор прилипалу и протянул бомжу. — Убедительная просьба никогда не расставаться с данным ИП. Прикрепите его на отворот куртки, на ласкан-рубашки, на шапку, либо на другой предмет, который всегда берете с собой. Видите себя достойно. Не пугайте посетителей, не гоняйте бродячих собак, не пытайтесь обворовывать палатки. Чинить сломанную технику в парке не разрешается. Однако за его пределами вы легко обнаружите места научной тишины, где продаются, разбираются, собираются и применяются различные изобретения. Там же обычно торгуют запчастями. Покупка и продажа деталей вне мест тишины уголовно преследуется. Ваше право копаться в мусорных ящиках и на помоках утверждено законом. Уважайте правила 4-го тысячелетия и относитесь с пониманием к условиям жизни в нашем мире. «Перенаселенная планета погибает, сдавливаемая железными тисками механизации, но вместе нам удастся откатить прогресс в прошлое. Спасибо и приятного остатка жизни!» Не дав бомжу и слово вымолвить в ответ, просто опять не было настроения ничего выслушивать, Степан развернулся и двинулся дальше по асфальтированной дорожке. Сбитый с толку, бездомный сначала долго наблюдал за удаляющейся спиной смотрителя. Потом поднес глазам ИП. «Странная штуковина!» Бомж покачал головой и обратил взор на виновника произошедшего. В его случае виновник имел форму гладкой металлической сферы с ручками и жидкокристаллическим экраном. Он уже перезапускал этот предмет и тряс, и стучал по нему. Все тщетно. Тогда человек, не в пример Степану явно озадаченный, принялся размышлять. Машина вышла из строя в то же мгновение, когда он переместился сюда. Видимо, защитная система заблокировала элемент переноса, или же он вовсе сломался под воздействием здешней супертехники. Так-так. Стоп. Тот странный тип, кажется, что-то говорил о покупке запасных деталей. Путешественник почесал пока гладкий подбородок. Похоже, предстояло решить задачу посложнее, чем перепрыгнуть из 21 века в 3128 год.